Возомнив себя царицей мира, позабыв о том, что она просто гнида, высоко подняв свой носик, хлопнув дверью не спеша, показушно, как всегда, Иванна села в уголок и, чуть в душе взгрустнув, обосралась под себя. Вот знаете, ребят, я сейчас читаю это, и у меня такое чувство, что я всех этих персонажей уже где-то видел, вот как будто я с ними знаком в жизни, кто это у нас, кстати, Артемон Балаболин. Как будто всех их я уже слышал в видео в жизни, и мы даже в личке с ними общались и писками мерились. Я, естественно, человек в этих темах культурный, решил промолчать, но вот у него, по его словам... Это его единственное оправдание, почему ему все позволено. Знаешь, дорогой мой, я мог простить тебе первый страйк, я мог простить тебе второй страйк, я мог простить тебе третий за разглашение конфиденциальной информации. Которая, кстати, из твоих слов, это издёж, провокация, вырванные фразы из контекста, которые не показывают полной картиной, что это клевета. Да, для тех, кто не в курсе, клевета это неправда. Вот у меня один вопрос, а как неправда может быть конфиденциальной? У меня в голове это просто не укладывается. Конфиденциально это, знаешь, вот когда дама твоего сердца имеет на стороне друга по переписке, и ты об этом нихуя не знаешь. А потом, пац, и узнал однажды, и... А что делать-то? Любишь-то сильно, и вот и приходится как-то выкручиваться. В конце концов, в Швеции же как-то семьи живут, два мужа, одна жена. И приходится скрывать эту конфиденциальную информацию. Никому об этом не распространяться и не говорить. Приходится прятать под столом то, что не хочется, чтобы видели другие. Вот это, дорогой мой друг, и есть конфиденциальность. А вот это, это не конфиденциальность. Это глупость, которая явно показывает недостаток ума и сообразительность. Вот эти вот три страйка, я мог простить вам, но то, что вот эта вот... Гениальная, шедевральная, охренительная в единственном экземпляре футболка останется без владельца, я уже простить тебя не могу. Вот мы старались, рисовали, шили, делали... Для чего? И, кстати, мудмазель Ивановна, пользуясь случаем, я хочу сейчас обратиться к вам. Если для вас, уважаемая, 1 час и 20 минут это ничего не нарыл, то почему вы до сих пор молчите? Верните мне актив. Окей, я его тебе вернул. Как ты просил? Про лайки, дизлайки речи не было, ты не говорю, что для тебя в приоритете. Но по факту же я вернул. Вот так вот было. Вот так вот стало. Я сделал это безвозмездно, я даже свой процент своей монетизации не прошу себе. Хотя мог. И всё ради тебя. Всё ради того, чтобы ты отказался рекламировать 1xbet. Ответь нам, скажи нам хотя бы, блядь, спасибо. Мы уже устали ждать. Вот этот твой полуторачасовой высер в расчёт не берём. Ни одного пруфа, ни одного факта, а лишь бесконечная вода. И, как ты сам говоришь, сольё в уши. Сними ты уже нормальный ролик и объясни по фактам. Подкрепи к своим фактам пруфы. А то только и слышим. Это у меня есть, но я не покажу. Гарина запретила. Если буду светить, по папке надают. Ого-го-го. О, да. Ладно, чё там дальше? И позабыв стянуть лосины, обдристалася принцесса на потеху своей ради. И ещё сильней взгрустнув, перепачкавшись в фекалиях, упиздавала, как всегда. Гордо и упрямо, не спеша, как последняя хуила, заглотив два больших и сочных топовых хуйца. Артемон Балаболин. Блядь, это гениальный чувак. Это просто, мать его, гениально. Блядь, рекомендую, пацаны.